Здоровенькие были подписчики группы Македор и Тестовича. С вами Илья Механик. И сегодня небольшое видео будет о том, в какой стадии сейчас двигатель от ЯУ-555, который готовится к ведущему Пионер Челленджу, который запланирован у нас на октябрь-ноябрь 2016 года. И вот на сегодняшний день двигатель завелся сцеплением. Как и раньше я писал своих постах, будут установлены пружины доработанного типа, то есть специальные контр-шайбы с донорского мотора. Вот я нашел картер вот такого года, вот прям с сцеплением. Столик того же донор стоит, пружинки с самыми контролочными шайбочками, слунками, которые не дают от этих стабором отключить. Далее установлено на мой мотор. Гайка коленчатого вала интересная. По замерам М12 на полтора, но купленная в металлвисе новая гайка, ну тут же хотелось поставить по-культурному. Не налазил, как бы я фаску не делал. В закромах нашел битую старую свою. Скорее всего, тут какой-то интересный внутренний. Диаметр этой резьбы, потому что металлвисовская, не хотел накручиваться. Нашел старую 5 сек, вот я фаску пытался, думал, фаска забитая. 5 сек старая стала на место. Для топорения этой гайки я буду использовать одну из регулировочных шайб на 12, это внутренний диаметр. Просто загну краешек, таким образом буду стопорена эта вся экибана. Сейчас, сегодня, кстати, был поставлен сальничек, звездка, но прикрутить их не смог. Тут, скорее всего, то ли на 27, то внутри просто с собой рядом штанги или нет. И у меня в домашних условиях нет такого большого аичного ключа, поэтому это затянется, будет от этой стопорной шайбусики, да, вот и все культурено. Генератор ротор и уже не бьет, он стал отцентрировался. Ну и из-за того, что немножко нет масла и этот диск долго время был без масла. Вот видите, небольшая пробуксовка будет. Ну а так, примерно на один кик, прокрутить надо, где-то до четырех вращений коленчатого вала, минимум. Приходится, это если не пробуксовывать сцепление. Ну, это пробуксовка, видите, все работает. Перед выдачей, слава богу, валы не вытянуло, не сбились, поэтому, надеемся, это дело поедет. Осталось нам подобрать поршневый палец, заменить втулку. В верхней головке шатуна. Покрашенный цилиндр, его еще покрасить, предстоит термокраску и ставить. Камеру заранее запускать и заниматься окончательной сборкой нофета. Пока-пока. Продолжение будет. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. Всем пока.